Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые друзья! Спасибо за аванс. Анекдот такой. Человек едет на Порше. Серьезная машина, прекрасное покрытие. Он летит, как ракета. Полиции нет. Вдруг его, как стоячего, обгоняет мотоциклист. И ушел в точку туда, ушел на страшной скорости. Он едет дальше, смотрит, мотоциклист остановился на обочине, снял шлем, маковку так почесывает. Он подъезжает, говорит, брат, проблемы? Он говорит, ты видел, я тебя обгонял только что? Да. Баба сзади была. Папа гуляет с мальчиком, прогуливается, останавливается машина, открывается окно, и человек спрашивает. Ну что, Вадим, куда идем? Говорит, идем с сыном змея в небо запускать, а ты? Да то же самое, тещу в аэропорт везу. Полицейский звонит в дежурную часть, товарищ полковник. Жесточайшее циничное убийство. Дело в том, что теща убила своего зятя лопатой за то, что он наступил на мокрый пол, который только что помыло. Тещу взяли? Пока нет. Почему? Пол еще мокрый. В дребезги пьяный человек возвращается с работы в 6 утра, сильно пьяный. Ну и жена, как следует, естественно, как часто бывает, машет перед ним часами. Типа, во сколько ты пришел, посмотри. Говорит, что ты передо мной часами машешь? Моя маманья перед моим батей вообще календарем махала. Муж и жена лежат в кроватке, самый сон. Муж пытается уговорить жену на исполнение супружеского долга. Жена сопротивляется, ты с ума сошел, ребенок не спит. А я говорю, спит, а я говорю, не спит. Сейчас, Ромочка, принеси папе с маме водички попить. Я говорю, спи, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушке. Голос из темноты. Ну я долго буду тут с кружкой стоять. Спасибо.